1xbet. Надежный букмекер. Делаете ставки на спорт по самым высоким коэффициентам и зарабатываете больше. Устанавливайте приложение 1xbet на компьютер или мобильный и большие выигрыши от 1xbet будут всегда доступны. Регистрируйтесь на самом надежном букмекере 1xbet прямо сейчас. Всем привет, я Артем и раз в две недели я выношу Журавлева, потому что я не выношу Журавлева. Чего? Максимум мусор ты выносишь по утрам, мальчик. А ты? А через тебя на физре перепрыгивают. Как тонко. Сейчас я также тонко вынесу твоего Санчеса своим азаром. Ты его называешь Азар? Больше всего на свете мы любим вас, наших подписчиков, а вы хотите сравнить этих двух атакующих полузащитников. И это правда интересно. Как всегда оцениваем по правилам бокса. За каждый раунд победитель получает 10 очков, проигравший 9. В конце суммируем всего 15 раундов. Кто круче Азар против Санчеса. Раунд первый. Статистика. Мне кажется, Тём, борьба будет выиграна в одну калитку. Не надейся. Санчес провел за карьеру 600 матчей и забил 200 мячей и отдал 135 голевых передач. Это нереально крутая статистика. Ну, Азар младший на 2 года, поэтому у него поменьше и игр, и голов. Но зато голевых передач столько же, то есть он гораздо круче в подыгрыше. И что? Санчес круче в завершении атак, потому что он играет ближе к атаке. Что из этого? Тем более, за последние 7 лет Алексис по голевым передачам совсем немного отстаёт от ЭДена. 66 против 80. Ну, а Азар немного отстаёт по голам. 89 против 113. Всё равно. У обоих очень крутые цифры. Походу, ничья. Блин, как так? Я должен тебя выносить был. 9-9. Ничья. Чём, ты всё ржёшь, что в программе так много раундов, но ты не понимаешь, какую важную роль в нашей жизни играют цифры. Я не понимаю. О, нет, Саша, я понимаю. Я тут однажды пришёл в банк, хотел взять кредит. Говорю, у меня зарплата 13 тысяч рублей. Они заржали, выгнали меня вообще и отказали. Ну и правильно сделали. В смысле правильно сделали? Ты чё так часто встречаешь такой суеверный банк? 13 тысяч, видите ли, им не нравится. Пришлось попросить у начальства, чтобы до 12 мне тысяч опустили зарплату. Думаешь, дадут? Не дали. Сути. Раунд второй. Дриблинг и техника. По технике Алексис не проигрывает Азар. Он очень классно обращается с мячом, принимает его и передвигается. Мяч буквально слушается чилийца. Такой, да, да, конечно, я слушаюсь. А за его ногами успеть невозможно. Но по технике согласен. Санчес не намного хуже Азара. Но в дриблинге коронные проходы бельгийца стали эталоном. Да и вообще, Эден лучший дриблер современности. В среднем за карьеру он совершает успешную обводку больше трех раз за игру. А Санчес на треть меньше. Да и вообще, в последние несколько лет Азар чаще обводит соперников, чем Лео Месси. Ты прикинь? О-о-о! Так что в этом компоненте у Эдена есть только один соперник. И тот с другой планеты. Мэтт Дэймон? 10-9. Азар. О, сейчас будет раунд надежность. Поэтому очень, кстати, подойдет моя миниатюра. Какая еще миниатюра? Бубнов. Ну, или Бубнов в ЗАГСе. Не, ну это брак! Твойка! Раунд третий. Надежность. Кстати, оба игрока перевозят редко. Да, согласен. Но все-таки Санчес заметно чаще. Чилийца легче обыгрывать один в один. Это случается почти каждую игру. Зато футболисты с одинаковой частотой теряют мяч. Около двух раз за игру. Да. Но вот невынужденных ошибок Алексей совершает существенно больше. У него ниже концентрация. Он может отвлечься и его обезмячивают, как любит говорить Василий Уткин. Ага. Еще Василий Уткин любит сниматься в клипе «Человек-говно». Тоже хочешь последовать его примеру? Или люди и так понимают, когда тебя видят все? То, что я, в смысле, танцую хорошо на улице. Дети девять. Азар. Тем, кстати, скоро пост начинается. Будешь соблюдать его? Конечно, я же за здоровое питание. Че ты? Да ты жрешь все подряд. Какое здоровое питание? Ну? Разве это не здорово? Здоровое питание. Раунд четвертый. Игра головой. Слушай, а Азар хоть когда-нибудь головой мяча касался? Тем, ну вот скажи мне, а Лео Месси часто играет головой? Ну, практически нет. Ну вот. Азар, он так же крут, как и Месси. Значит, ему и не нужно особо играть головой. Хм. Вообще-то, Челес в два раза больше выигрывает верховых дуэлей. Да потому что он в них не вступает. На Азара просто не делают верховые передачи. Вот и все. Зато Санчес выигрывает только треть верховых мячей, что на него идут. А Азар половину. И даже при этом Санчес гораздо полезнее в игре головой. У Азар этот пункт в скиллах вообще отсутствует как таковой. Ну, он не нужен, значит. И все, как и ты в программе. 10-9. Санчес. Не, ну вообще, конечно, очень сложно сравнивать двух игроков, которые творят просто волшебство на поле. Они же настоящие маги. Хм. Ну и совпадение. Какое совпадение? Азар и Санчес маги, а половина мужского населения Дагестана маги. И тоже непонятно, кто из них круче. Раунд пятый. Удар. Оба футболиста очень эффективно бьют поворотом. Нечасто, в среднем по два раза за игру, но Азар чуть реже. Вот зато забивают оба одинаково часто. Да, и обоим для одного забитого мяча надо в среднем шесть раз ударить поворотом. У Алексиса тут цифра чуть-чуть получше, но просто потому, что Азар чаще бьет из-за пределов штрафной. 40% случаев, а Санчес лишь в 30. Не, ну все равно. Санчес ближе играет к атаке. Чаще находится в чужой штрафной. Оттуда и бьет. Отлично подстраивается под мяч просто. Дальние удары лучше у Азара, а ближние у Санчеса. 9-9. Ничья. Саня, что ты, пиздно, нарешь в этой передаче, я не пойму? Это ты меня так люто ненавидишь, или я тебя бешу? Что происходит вообще? Тем, ну, что ты вообще такое говоришь? Нет, я к тебе очень хорошо отношусь. Ты вообще номер два в списке моих любимых блогеров. Я? А кто на первом месте? Там много народу, всех не перечислишь. Раунд шестой. Скорость. В общем, оба футболиста являются одними из самых быстрых в мире. По исследованиям FIFA в 2013 году, Алексис вошел в первую десятку игроков с лучшей скоростью. Когда он бежит по флангу, его просто можно перепутать с молнией. Ну, тем, сейчас Санчес еще сильнее раскачался и стал медленнее, понимаешь? Зато Азар по исследованиям Daily Mail в 2014 году в аналогичном рейтинге занял шестое место. И что самое главное, он не просто быстро бежит по бровке, а очень шустро передвигается с мячом на уровне Лео Месси и даже чуть быстрее. В общем, почти у кого угодно Алексис бы выиграл этот раунд, но не у Азара. Простите. А он выиграл бы у Михаила Евреимова, который бежит в ларек за водкой без 10-11? Нет. 10-9. Азар. Блин, да как так? Санчес один из лучших по дриблингу ВПЛ? Ну, Азар лучше. Санчес один из самых быстрых в мире? И снова Азар лучше. Да бывает так. Tech United одна из самых смешных программ в YouTube, но фан-зона лучше. Лучше бы ты вообще рот не открывал, Саша. Да и я пытался так провести топы фан-зону, нифига непонятно, что говорю. Если это видео соберет 50 тысяч лайков, следующий мини-топ Саша проведет с закрытым ртом. Раунд седьмой. Пас. Эден заметно более важный игрок для команды в позиционных атаках. Он отдает на 11 точных передач больше каждую игру, а еще его точность на 5% выше. Санчес точно в Барсе играл? А, его же от ПД выгнали. Не выгнали, вообще-то, а сам ушел. Ну да, конечно. И он часто играет нападающего, естественного передач меньше. Может, он просто хуже умеет делать эти самые передачи? Может, просто перейдем в следующий раунд, и я тебя там сделаю? Пойдем, посмотрим. Пойдем. Десять-девять. Азар. Раунд восьмой. Игра на команду в Атате. Ну что, я чувствую, как Эден стремительно отрывается. Это будет единственный случай в нашей программе, когда один из футболистов займет первое место, а другой четвертое. Ага. Сейчас Алексис, самый крутой полузащитник АПЛ Санч, сделает в два раза больше азара, разрезающих передач вперед. Ну, а по навесам с бровки полная раунд. Зато по всем остальным параметрам полное доминирование бельгийца. У него больше точных дальних передач по две каждую игру. И самое главное, заметно больше ключевых пасов, после которых следуют удары по воротам соперников. Ну, и то, что у него ассистов больше, ты и так все знают, и ты знаешь, и я знаю. Все, я победил. Дети девять. Азар. Слушай, ну ты как похож, а? Че? Как похож. Ты о чем? Я вот смотрю на тебя и понимаю, что ты вылитый Пушкин. Чего? Пушкин. С ума сошел? Ты Пушкина хоть раз в жизни не видел? Вообще, какой я Пушкин? Да я не о внешности. Ты как Пушкин. Сначала выпендриваешься, а потом промахиваешься. Раунд девятый. Игра на команду в обороне. А теперь послушай ты. Хоть и азар играет ближе к обороне, пользы от него команда ощущает очень мало. Как мало? Оба игрока почти не делают выносов со своей половины поля. Ну, просто ты как бы не их работал. Да, но зато оба часто делают перехваты. И здесь статистика равная. Ну да, тут согласен. Но вот вступает в схватку с соперниками и отбирает у них мяч Алексис аж в два раза чаще. Он важнейший игрок команды в этом компоненте. За что его и ценит Венгер. И это победа. Или как сказал бы Венгер, где мой пуховик? Давайте отразную. Десять девять. Санчес. Ну, то есть, походу, не все еще потеряно, да? Конечно, я сейчас тебя просто буду вообще выносить, братан. Выносить? Сейчас? Да ты как Арсен и Арсенал. В смысле? Ну, в смысле заводишься, набираешь ход слишком поздно, уже полпрограммы прошло. Максимум дотянешь до четвертого места. Не выше. Ну, и не ниже. Какое четвертое место? Нас тут двое вообще в кадре. Тебе это не помешает? Раунд десятый. Физика. Да. Да. Не. Да. Десять девять. Санчес. Раунд одиннадцатый. Трофеи. Лига Европы, чемпионат Англии, Франции и еще два кубка. Чемпион Чили, Аргентины, Испании, золото клубного чемпионата мира и всего тринадцать трофеев, два из которых Кубки Америки, в которых Алексис со своими ребятами выносил Месси, к которому тянется твой вот этот Азар, любимый. Десять девять. Санчес. Раунд двенадцатый. Личные награды. Хорошо, я попробую отыграться. Игрок года во Франции два раза, до этого дважды лучший молодой игрок года во Франции, потом лучший молодой игрок года в Англии и лучший просто игрок года в АПЛ. Лучший футболист Италии 2011 года. Футболист года в АПЛ 15-го года по версии болельщиков. Дружище. Три года подряд. Три! Азар входил в число 23 номинантов на золотой мяч и однажды занял там восьмое место. А Санчес лишь один раз вошел в список 23 и лишь один раз занял там десятое место. Все! Даже не спорь, это победа. Наконец-то! Десять девять. Азар. Раунд тринадцатый. Цена. Санчес сейчас находится на пике своей стоимости. 55 миллионов евро. Он девятнадцатый игрок мира, поэтому показать. А Азар стоит 65 миллионов евро. Хотя недавно вообще было 70, но неудачный прошлый сезон немного скорректировал стоимость и теперь Эден 12 в списке самых дорогих. Двенадцатый? Да. Это как Челси в прошлом сезоне, да, чемпионат за? Вообще-то нет. Одиннадцатый. Десятый вообще-то. Ниже десятки не опускаются, прям аплодировать вам хочется, ребята. Круто! Прям муа! Супер покупки! Богативший клуб Англии! Десять девять. Азар. Раунд четырнадцатый. Доходы и популярность. Алексис сейчас получает в арсенале около девяти миллионов евро в год. Но совсем скоро подпишет новый контракт на 12-15 миллионов или уйдет в другой крутой клуб на еще большую зарплату. Тем, ну неизвестно, подпишет или не подпишет, а клубы из Китая я бы не назвал другими крутыми. Зато Азар прямо сейчас в Челси получает 11,5 миллионов евро в год. И главное, у Эдена гораздо больше рекламных контрактов. Он даже попал в список Forbes, самых богатых футболистов прошлого года. Не, ну у Алексис тоже есть рекламный контракт. Гораздо меньше их. А подписчиков в Инстаграм и в Твиттер? Да и посмотри на эту цифру. У Эдена на 2,5 миллиона больше и в Твиттере, и в Инстаграме. Это победа, понимаешь? Зато смотри на этого красавца. Элегантно. Превращает шорты в трусы. Имеешь так? Дети девять. Азар. Тем, ну ладно. Ну ладно, ладно. Ну все нормально. Сколько ему достанет? Ну нормально все. Нет, отвалите с кого. Артем отворачивается. Чувство это к ссоре. Саш, запомни раз и навсегда. Когда Артем отворачивается, это... Вон, к стене. А теперь, как обычно, дополнительный раунд, который меняется в каждом выпуске. Сегодня выпадает параметр пофидизм. Ха! В общем, Азар, конечно, очень талантливый парень, не буду спорить. Но то, как он пофидистически относится к тренировкам, это ужас, господа. Капитан Лиля, Мувуба, недавно рассказал, что перед прощальным матчем Азара во Франции Эден бухал всю ночь. Не спал и вышел на поле в последнем туре пьяный. И оформил хет-трик в этом матче, потому что он очень талантливый. А Санчес путает спортзал со спальней, проводит там все свободное время, а эффекта в игре особо нет. Ноль, понимаешь? Чем-то эти ребята похожи на Месси и Роналду. Да, только Месси по вечерам ест пиццу, Азар бухает. Ты видел его живот вообще? Да блин, Азар тактически очень умный футболист, и он внимательно следит за футболом. А Санчес недавно по трибунке базарил с Клаудио Браво и спрашивал, зачем игроки Сити надели майки с фамилией какого-то фаната или игрока молодежки Юндагана. То есть он реально не знал, кто такой Юндаган. Это как вообще такое возможно? Все, что нужно знать о тактике, Санчесу на занятиях рассказывает Арсен Венгер. А если бы Азар серьезнее относился к своей физической форме, он был бы в тройке номинантов на золотой мяч. Спокойно с таким талантом он и так будет. А Алексис вообще, вот точно тебе говорю, заметно меньше профидист. Ну ладно. Ес! 10-9, Санчес. Итак, общий счет 143-140, победил Азар. Ну, все так, как и должно быть. Не считая прошлого сезона, в котором Мэдена замучили травмы, он стабильно входит в число лучших в мире, а в некоторых параметрах может даже поспорить с самим Месси. Хотя Алексис меня тоже удивил, он неплох. По многим компонентам игры Алексис оказался круче Азара, так что я доволен. Но все равно я считаю, что Санчес может играть еще мощнее. Так, ну ладно, ты выиграл, признаю. Я не знаю, давай как я проигравший поухаживаю что-то за тобой, может тебе что сделать. Ну, давай, давай чаю жахнем после тяжелой работы. Давай, ладно. Принесешь, да? На. Победитель. Победитель. Тем, блин, а можно сахара добавить, да? Я не спросил, давай. На. Че? Слушай, да кипяточком бы, вернее, разбавить, прохолодное. Да, понимаешь? Да, ты коренешь, конечно. Тем, ладно, я сам. И лимон добавь. И ботинки мои принеси. Ребят, кто круче? Голосуйте в нашем опросе. Вот тут сбоку находятся клавиши. Хотя бы здесь. Давайте уделаем азар. А, тем, фанатов Эдена все равно больше. Ребята, кликайте вот сюда. Пишите заодно в комментариях, кого хотите сравнить в следующем выпуске. И мы это сделаем. Только не пишите нам в личных сообщениях. Пожалуйста. Подписывайтесь на наши группы в соцсетях, а заодно на наши инстаграмы. Ссылка внизу. Мой последний крутейший топ-10 от самых несвоевременных переходных игроков смотрите вот здесь. А мой новый выпуск Кек Юнэйтед, где, как обычно, троллю Роналду вот здесь. Он еще круче, чем топ-10. Ты бредишь. Ты бредишь. Нет, я не бред, я Артем Нечаев. А я Александр Журавлев. А Спортис ТВ. Носите розовое. И снимайте розовых. Розовых? Девчонок. Да, ну ладно. Ну, как пинг. Да. Ну, а старый. Александр Журавлев, Артем Нечаев. Хотя ты тоже старый. Пока.